Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы поговорим о томатах и я отвечу на 10 самых популярных вопросов. Итак, первый вопрос. Растения очень мощные, лист зеленый, а плодов нет. Почему? Это свидетельствует о том, что ваше растение перекормлено азотом. И именно вот такие характеристики бывают, когда сам стебель очень толстый, листва насыщенного темно-зеленого цвета, листья закручены и отсутствие плодов. Это говорит о том, что при посадке растения или же впоследствии дальнейшем уходе внесено слишком много азотных удобрений. Чаще всего такое жирование растений наблюдается при внесении большого количества органических удобрений. Следующий вопрос. Растение стало вянуть, засыхать и листья обвисать. Что это такое? Как правило, это свидетельствует о том, что у растений появилась корневая гниль. И почему она появилась? Ответ тоже очень прост. Дело в том, что если вы из года в год на одном и том же месте высаживаете томаты, то вероятность возникновения корневой гнили у вас очень высока. Или вы слишком рано вернулись на посадку опять на этот же участок, в котором там прошло буквально год. То есть это тоже нежелательное явление. Третий вопрос. Листья покрылись желтыми пятнами, макушка совсем тоненькая, листья как ниточки, плоды мелкие, деформированные, цветы махровые. Что это такое? Вот очень часто задают вот такой вопрос. Вот такая симптоматика, такая картина, свойственная томатам, которые заболели вирусом табачной мозаики. Такие растения необходимо немедленно удалить, удалить, причем с комом земли, уничтожить, а инструментами, которыми вы пользовались, обязательно обработать морганцовкой. И желательно и на будущее я бы рекомендовала вам сажать гибриды, которые устойчивы к вирусу табачной мозаики. Четвертый вопрос. Какие томаты подходят для получения раннего дружного урожая? Самые ранние томаты это детерминатные и супердетерминатные. Для них характерно небольшое количество соцветий, низкорослость и скороспелость. Такие сорта, вот у гавриша есть очень хорошие сорта. Аляска, бонеем, биатлон, агата, леопольд, гавриш. Это вот такие вот, наверное, небольшое количество сортов, которые очень скороспелые. Пятый вопрос. Какие томаты лучше выращивать в застекленных теплицах? Для выращивания в застеклянных теплицах больше всего подходят томаты индетерминатных сортов. И они, как правило, больше используют объем теплицы, дают наиболее качественные плоды и достаточно высокий урожай. Это такие гибриды. У гавриша есть замечательные гибриды. Краснобай, Фунтик, Змарин, Епатор, Фараон. Шестой вопрос. Можно ли вырастить крупноплодные томаты в открытом уровне? Конечно, можно. Если раньше прослеживалась четкая связь между массой плода и граниспелостью, то в настоящее время, благодаря работам наших селекционеров, вот эта граница, в общем-то, можно сказать, что уже размылась. Для этого нужно использовать определенные сорта томатов. У гавриша есть очень хорошие крупноплодные томаты для открытого грунта. Это толстые щечки, акулина, пелагея, первоклашка, русский вкусный, толстушка, бимбом, ну и другие сорта томатов. Седьмой вопрос. Зачем прищипывать высокорослые томаты в конце сезона? Это делается для того, что период плодоношения индетерминатных сортов, которые мы, как правило, часто сажаем в теплицах, не ограничен. В придачных условиях невозможно полностью использовать потенциал растений из-за ограниченного периода плодоношения. И поэтому мы производим прищипывание. Как правило, прищипывание мы производим за 40 дней до начала планированной уборки растений из теплицы. Над последним соцветием мы оставляем два листика и прищипываем. Это делается для того, чтобы все плоды, которые завязались у нас на кистях, успели созреть. Как правило, за сезон обычно на таких томатах успевают завязаться и вызреть полноценно 6-9 соцветий. Следующий вопрос. Уросаты отсыхают нижние листочки. Что же делать? Усыхание нижних листьев на рассаде свидетельствует о том, что у вас, вероятнее всего, появились вредители. Поэтому внимательно смотрите свои растения. Если вы вдруг увидели, что на листочках как будто бы маленькие дырочки, это явный признак того, что у вас появились паразиты. Обрабатываем фитоверму и тем самым спасаем растения. Но если вдруг вы не увидели никаких сосущих вредителей, а растение все равно имеет вот такой плачевный вид, это явно свидетельство о том, что у вас слишком высокая концентрация солей в почве. И третья причина, по которому тоже вот могут увядать листочки, особенно в сочетании с двумя предыдущими, говорит о том, что у вашего растения не хватает явно питания. Поэтому мы берем любое комплексное удобрение для рассады и поливаем. Тем самым, я так думаю, что проблему мы решим очень успешно. Девятый вопрос. Нужно ли обрывать все листья на томатах для того, чтобы получить более быстрый урожай? Ну, тут ответ однозначно нет. Листья томатов мы обрываем только после того, как на первом соцвете образовались плоды и начался налив плодов. Вот до первой кисти, мы обрываем все листья. Вторую часть листвы мы удаляем только тогда, когда на втором соцвете уже начали образовываться плоды и идет процесс налива плодов. Тогда мы можем удалить под второй кистью листья. А полностью листья, конечно, мы удалять не можем. Иногда некоторые садоводы-окоротники практикуют урезание части листа, но это нужно для того, чтобы улучшить воздухобмен или же улучшить освещенность данного куста. Но целый лист, целую вот эту ветку с листьями мы удалять, конечно, не будем. А насекаем только ее часть. И вы знаете, еще вот интересный момент такой, что если мы удалим все листья преждевременно, то ждать хорошего отдачи урожая и полного налива до заявленного размера, до массы и размера плода, вы, естественно, можете просто этого не получить. Потому что, в общем-то, томаты, плоды питаются за счет листьев. Поэтому преждевременно удалять листья не рекомендуется. Десятый вопрос. Почему внутри плода образовывается маленький зеленый помидор? Дело в том, что вот образование таких дополнительных плодов внутри плода, это не является особенностью этого сорта. Как правило, свидетельствует о том, что было нарушение режима питания. То есть, такое появляется при избыточном использовании азотных удобрений. Вот такие основные вопросы я вам сегодня раскрыла. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями и всем пока!